Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик. Сегодня мы поиграем в игрушку, которая называется какой-то там новый Сикрет Нейбор. Я на самом деле точно не помню название, но по-любому какой-то Нейбор. И это игрушка от разработчика, клоуна, монахини и тому подобное. Но! Это абсолютно новая игра. Он мне сказал то, что она вообще не похожа на те игры. И сейчас мы будем это проверять. Нажимаем New Game. Ну вообще, в принципе, с самого начала уже видно, что это абсолютно какая-то новая игра. Так, ага. Просыпайся, мы почти приехали. О, а что, я ехать могу? Нет, ехать я не могу. Куча кнопок. А каждый год летом я приезжаю к моему дедушке на неделю. Дедушка часто болеет и... Что-то там так... Магазин какой-то отдает этот... Ну, типа, нам нужно присмотреть за его магазином с этими... Как его? С инструментами. Вот, но дальше я не успел прочитать, что он там еще мне сказал. Ага. Так, ладно, это фиг с ним. И что? Едем куда-то. Как выйти-то? А, едем еще? Ну ладно, едем, так едем. Покрутить нельзя. Ладно, хорошо. Огромная карта, интересная достаточно. Какие-то площадки, что-то туда-сюда. Все, в принципе, есть. Но пока она явно не похожа вообще на то, что у нас было в других играх. Припарковались мы, значит, сэ... Ага. А ты можешь... Да, что-то какие-то подсказки смотреть. Ага. Нажимая на хелп бутон. Бутон, бутон. Ну, бутон, да? На хелп кнопку, короче. Так. У нас, значит, здесь задание. Три активных квеста. Взять ключ в багажнике и войти в дом. Открыть дверь. Ну, в дом с помощью ключа. В принципе, все понятно. О! А это кто? Наш батик, похоже. Похоже. Ага. Ладно. Стандартная, ребята, схема. Мы настраиваем управление. Без этого никуда-никудашеньки. Так. Это все сюда. Это приседать. Это подпрыгнуть. Куча 200 миллионов кнопок, как обычно. Я буду сейчас в них путаться. 100 пудовчик. Так. Это мы убираем. Алло. Убираем. Хотя, наверное, я вот это вот сюда поставлю. Лучше вот так вот пусть будет. Потом мы управлянскую ставим с помощью мышски. Ага. Так, и все. Что, пробуем? О, хорошо. Ходит, бродит. Отлично. Закрыто. Меня уже не пускают. Так. А, кстати, ключи похожи. Ключи похожи. Это осталось все то же самое. Так. О! Батька поехал домой обратно. Ну все, давай, батюня. Пока. Мы, значит, у дедушки остаемся. Так. Ага. Ну это же наш дом. Нет. А, нет, это наш дом. Ну. Алло. Не открывается. Не понял. Другой вход, что ли, надо найти? Давайте другой найдем вход. Но я там уже вижу напротив соседа. Видимо, который будет нашим врагом. Музычка веселая. Это что такое здесь? Камень какой-то. Возьмем. Взяли камень. Ну, раз это не работает, мы будем использовать другой вход. Подожди-ка. Не получилось у меня бросить. Сейчас. Мы легких путей не ищем. Хоба. На нафиг. Здравствуйте. А, я тут запрыгнуть не могу. А камень-то... А, нет, смог. Все. Нормально. Эм. Угу. Угу. Ну, сломали систему, это точно. Эм. Ага. Нет, это все прекрасно, конечно, но, по-моему, я сделал что-то немного не так. Наоборот, точнее, я что-то переборщил. Так, может быть, вот эту кнопку надо нажать? Закрыто. Ну, вроде как, я пытаюсь открыть, как бы, но оно что-то не работает. Алло. Алло. Нет. Не открывает? Что за фигня, блин? Так, вот. А, я, кажется, закрывал. Вот оно что. Да, ну, я веселый, конечно. Так, ладно, все. Получается, вот мы зашли, типа. Здравствуйте, мы дома. Так, найдите друзей на площадке. Ага. Хорошо. Дом давайте сейчас закроем, чтобы к нам никакие соседи там не пришли и так далее. Все, дом закрыт. Дверь тащит. Да, все закрыто. Но у нас стекла нет, как бы. Ну, ладно, будем без стекла пока что. Два камня есть. Идем на площадку веселиться, развлекаться. Тут у нас детей нет. А как мы тут друзей найдем? Он сейчас, типа, расстроится, что нет тут друзей. И все. А, ага. К сожалению, никого тут нет. Давайте-ка найдем, где все. Пропали дети. Ай-яй. Пропали? Я должен найти больше информации. Так, нужно сейчас ходить, получается, в церковь. Местную. Ну, а что он еще там сказал? Я не успел прочитать. Ага, и больше он мне ничего не скажет. Ну, конечно, зашибись. Я точно успею все это прочитать за 3 миллисекунды. Мне кажется, даже на английский... Ой, кто, точнее, английский знает? Прям супер-пупер. Это его родной язык. И то не сообразить так быстро. Невозможно только прочитать. Так, ладно. Пришли, значит, мы в церковь. Тут у нас персонаж замедляется, что интересно. Здрасте. Мы пришли. Что тут у нас? Еще информация? Да, вот есть информация. Смотрим. Помогите. Какой положите, блин? Я хотел сбежать и... Нет, помогите, короче. Нам нужно организовать побег. Так, он держит нас в бункере. Мы пытаемся спрятать... Че? А, мы пытаем... А, нет. Мы будем пытаться спрятаться в... Атик. А. Короче, они будут где-то пытаться спрятаться. Я не знаю, конечно, как это Атик переводится. Но это все, в общем-то, дело возле заброшенного дома. Ага, хорошо. Ты это че? А, ты это можешь взять как бы, но можешь и не брать, да? Ну, в принципе, ладно. Мы это оставим. Все, ищем сейчас заброшенный дом. Собрались искать заброшенный дом. Давайте его искать. Вот это вот заброшенный. Не знаю, какой это дом. А какой из них тут заброшенный-то? Ну, наверное, у него будут заколочены эти. Как его? А, это энергия заканчивается. Вот почему я перестаю бегать. А где она, энергия? Ладно, заколоченный дом, короче, ищем. Скорее всего, заброшенный это заколоченный дом. Вот, мне кажется, вон тот. Нет, что-то не очень похож. Хм. А вон там что-то есть. Ну, это интересно. Вот это вот наш сосед, видать, который всех детей ворует. Лично мне так кажется. Такс, 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 такс. Окей, ушки. У нас тут еще идет время какое-то. Они, типа, засекают, за сколько я пройду игру. А, да, вот, смотрите, заколоченный. Я был прав. Ага. Получается, вот они в каком-то лагере, типа лагеря, прячутся возле заброшенного дома. Ну, вот, как раз-таки, что-то я тут нашел. Ага. Так, тут вот бензинчик. Так. Масло для двигателя можно найти. Ага. Так, ну, хорошо. Здесь поспать, да, можно? Ну, все это, конечно, зашибончик. Но... Где... Ой. Ладно. Мы этого не видели. Ой. Нифига себе. А что этот дом просвечивает так сильно? Странно как-то. Ну, окей. Видимо, бывает. Ага. Ну, надо было отсюда, видимо, заходить. Я немножко тупанул. Ого. Мистер Паркур в деле. Опа. Опа. Так, тут что-нибудь есть? Подсказки какие-нибудь? Че? Нет, ничего тут нет. Алло, кто тут есть? Нет, дом вообще абсолютно заброшен. Ну, конечно, может быть, тут все-таки кто-то и живет. Как бы вот эти чувачки. О. Топор возьму. Дело очень даже выгодное, приличное. И нам пригодится он по-любому. Так, ну, тут они, значит, прячутся или что? Они тут, может, спрятали подсказку какую-то нам. Черт его знает. Пока. А, о, смотри. А, это банка, е-мое. Нафига она мне нужна? Я думал, какой-нибудь компас. А это что-то фигня полная. Так, всякий хавчик здесь, который, блин, провалился тут сквозь текстурки. Че, блин, происходит вообще? Не поймешь. Так, здесь закрыто. Тут мы перепрыгиваем. А, меня на второй этаж не хочет пускать, но это как бы меня в сто процентов не остановит. Алло. Нашли кого тормозить? Книжка какая-то. Я вообще ничего тут не могу найти. Мне кажется, я делаю... Подожди, а что тут за замок был? А зачем это? А, нифига себе. Ладно, я понял. А это что? Чердак еще есть? Они, может быть, на чердаке, кстати. Точно. Еще попробуем туда пробраться, если здесь ничего нет нам полезного. Ну все, ладно, окей, ушки. Лезем. Хоба. Ну здрасте, и че? Никого здесь нет вообще. Мда. Не весело. Это все, конечно, не весело. Может быть, вон там они прячутся, а? Ой. Вот это... Вот это телепортик был. Нехиленький такой. Так, здесь мы не выберемся. Ладно, через гараж все-таки придется выбираться. Но единственное, что я тут нашел полезное, это топор. Вот он мне по-любому пригодится. Куда-нибудь, да как-нибудь. А вот, кстати, топливо тоже мне, видимо, пригодится. Отлично, берем. Без этого никак. Но у меня уже место в инвентаре закончилось, в принципе. Это печально. Так. Ну может быть, вот здесь вот. Это тоже же рядом с заброшенным домом. Ну вообще, там было написано рядом с заброшенным домом. Может быть, я зря в самом этом доме ковырялся. Так, а оно не открывается. Ха. Вот тебе, на. А как мне в это здание пройти? Я понятия не имею. А нет. И чё? Ну, конечно, это всё прекрасно, как бы. Но, а чё мне делать-то? Может быть, мне заново вернуться к той записке и посмотреть, чё они всё-таки там прятали по переводу? А, время это в игре! Посмотрите, у нас-то вечер наступает. Вот оно чё. Хм. Ну, заброшенное здание, это заброшенное здание. Как бы тут я ничего не нашёл. Кроме двух таких приличных вещичек. Может, они для чё-то и нужны. Кстати! А может быть, мы вот эти доски можем ломать? Попробуем? А, ну конечно. Вот и сломались сразу, блин. Не, не ломается. Вот так вот по башке жахнуть один раз этого соседа и всё. Больше никому он не навредит, если, конечно, вредил он здесь. Нет, я не знаю, чё делать-то. Нет, ну я, в принципе, всё правильно сделал. Ну? Чё за фигня? Тут написано, найдите путь пробраться на чердак. В заброшенном... А бар, ну чё такое? Сарайчик? Кстати, вот это вот я неправильно сделал. Или гараже? Ну я сто процентов забрался, как бы, на чердак. Ага. Мде. Мде-мде-мде. Может, конечно, тут есть какой-то секретный путь, как обычно. А я его пропустил где-то как-то. Ну просто как бы... А, вот подожди. А может быть топориком... Нет, не ломается нифига. Ну вот я пробрался же. Алё. Чё вам не нравится-то? Ну чё ж я снова-то делаю не так? А вот, смотри. А-а-а-а. Типа... По лестнице он вон, сам забирается. Гляди-ка. Ага. Всё, пришли. Ну здрасте. Чё тут делать-то? Я пришёл как бы. Алё. Не то что ли чё-то? Но это единственный чердак, который я вижу. А-а-а. Нет, смотри. Там ещё есть один. Какая темень настала. Ё-моё. Я вообще ничего сейчас не буду видеть, походу. Смотрите, нам нужно, может быть, перепрыгнуть. Но чё-то как-то у меня текстурка меня... Прокидывает. Вот смотрите, вот тут вот. Вот видите, она прокидывается, текстурка. Эм, да. Чё за фигня? Как мне сюда пробраться? Наверх именно. Вот тут я тоже же заметил. Как темно. Вообще ничего не видно. Может, тут яркость можно, а? Нет, нельзя. А язык... А, русский, да, есть, оказывается. Ну я, да, вовремя заметил. Так, ну давайте посмотрим. Мне нужно найти фонарик и батарейки. Найти способ забраться на чердак заброшенного сарая. Ага. И во дворах соседей. Ё-моё, да тут миссии куча появилась. Я ничего не вижу. Я могу дома поспать, а? И проснуться утром. Потому что темень полнейшая. Ну вот прям, ну совсем ничего не видно. Текст. Беда. Беда, беда. Ладно, давайте-ка быстренько спать пойдём. Хорошо то, что я догадался всё-таки язык поставить на русский. А то, видимо, я бы ещё долго тут пытался что-то переводить. Переводил бы, может быть, и неправильно. Ну хотя, в принципе, пока что я всё правильно переводил. К удивлению моему. Может быть, потому что разработчик игры сам по себе русский. И я более-менее понимаю. Такой лёгкий английский, так сказать, который вот он использует. Ага. Так, поспать, 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 поспать. Где тут можно поспать? Меня, конечно, извините, но в такой темноте... Мне кажется, играть, ну, просто невозможно. О, это чё такое? Универсально зарядное устройство. Ну, это для фонарика, видать, да? Угу. Либо мне нужно сейчас фонарик найти, либо поспать. Тут одно из двух. Но чё-то как-то... Ага. Лампа вот есть, но она не работает, видать. Вот поспать можно. А ну? Эээ. Он не хочет ложиться. Ну, зашибись. А где фонарь-то? Я его в жизни так не найду. Ладно, эти дебильные камни тогда выбросим сейчас. Они мне не нужны. Попробую этот фонарик взять. А, нет, это... Это лампа, короче. Ничего не видать. Ладно, давайте, ребята, на этом тогда первую серию всё-таки закончим. А то я... Вообще ничего не вижу, честно говоря. Ну, прям вообще ничего не вижу. Тут нужно по-любому ждать утро, чтобы хотя бы что-то можно было сделать. Потому что семя невероятное. Так, а это открывается дело? Нифига себе. Ну, в такой темноте, конечно, ты немного здесь увидишь. Это факт. Так, самый нижний ящик я здесь не открывал. Но тут тоже ничего нет. Да, ладно, ребят. В общем-то, если вам понравилась игрушка, то пишите в комментариях. Пока что мы с соседом не встречались. Потому что, ну, у нас здесь идёт, так сказать, такая подготовка к нему. Мы разбираемся, что вообще произошло. Что тут к чему и как. И пока что нам сосед долгом-то тут не нужен. Мы, потому что реально даже не понимаем, делает ли он что-то плохое или не делает. Так, позволяет вам зарядить все находящие на инвентаре батарейки. Чё, пранк... Пранквилизаторы один раз в сутки? В любой момент времени благодаря... А-а-а! Это, короче, игра похожа на этого. Dark Riddle. Очень сильно, кстати. А-а-а, понятненько. Всё, я понял. Ну, реально похоже. Окей, ребят, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok